здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты илана михаэль и здравствуйте и марк горин здравствуйте израиле произошла совершенно жуткая история иначе не определишь в одном из городов произошло убийство убита молодая женщина задержан подозреваемый уже оглашено его имя это муж убитой еще раз пока что он естественно в ранге подозреваемого но история жуткая не только потому что любая смерть трагедия потому что еще судя по тому как сообщают сми аисту и ссылаясь на источники в полиции у женщины была отрезана голова а подозреваемый судя по всему был не совсем здоровым человеком потому что проверили его биографию и выяснилось что он лежал на психиатрическом лечении вот об этом мы поговорим коллеги я просто напомню я прошу прощения такое длинное предисловие но в данном случае это важная деталь дело в том что это вторая уже за последнее время история которая потрясла израиль совсем недавно был тоже дикий случай когда пожилой мужчина пришел в поликлинику обслуживанием которым он был недоволен и в буквальном смысле сжег медсестру он облегал ее горючей смесью и поджог женщина погибла коллеги что вы хотите или может сказать по этому поводу потому что у нас буря в сми поэтому в связи с этими историями в социальных сетях все обсуждают высказывают свои версии предлагает рецепты что нужно делать но мне кажется что это буря она возникает у нас каждый раз когда вот на поверхность всплывает очередной кошмарный подобный случай проблема состоит в том что это не первый не второй не третий мы помним случае в иерусалиме когда мать убила троих детей и мы помним до этого случае когда отцы и матери убивали своих детей находясь в состоянии аффекта и мы помним убийство жен в состоянии аффекта и сейчас человек пользуясь тем что голос ему сказал что амалека то есть врага надо убить еще заодно отрубить голову чтобы уже не ожил так он объясняет да это голос который мы сказал что он должен совершенно верно преступление тогда во всех этих кошмарных случаях прослеживается одна и та же ниточка эти люди они не жили в безвоздушном пространстве они жили обычно в многоквартирных домах у них были родственники друзья соседи не знаю рав в данном случае в последнем случае который собственно за несколько дней до убийства и пытался определить что молодого человека на психиатрическое лечение снова но во всех этих случаях всегда присутствовали социальные службы большинство из которых знали что в семье не все в порядке что люди больны а если не знали то тогда возникает вопрос как такое вообще может произойти значит что-то не в порядке в самой системе оповещение или сотрудничество между скажем так медицинскими инстанциями которые лечат или принимают на излечение психически нездоровых людей и соответствующими социальными службами может эти люди зачастую представляют реальную опасность для своих близких и мы об этом только узнаем если не дай бог происходит убийство кошмарное совершенно как сейчас что самое обидное что самое обидное что в основном все эти люди делаются тюремным но не столь большим сроком может их отправляют на психиатрическую экспертизу в 90 случаях их признают невменяемыми в отличие правда от предпоследнего случая когда человек поджог медсестру его признали абсолютно вменяемым там еще не понятно да но на данном на данном на данном этапе первое суд экспертиза сказать психиатрическая пришла к выводу что он вменяем в основных случаях люди признаются невменяемыми они идут в тюрьму или в психиатрическую лечебницу принудительно и собственно все а а человек это нет он погиб понятно марк вопрос к тебе вот отталкиваясь от того что сказала илана по поводу упреков социальным службам действительно много упреков свои с этими случаями раздается в адрес социальных служб ведь тут как бы знаете какая ситуация получается в то же время порой когда социальные службы добиваются чего-то порой забирают детей из неблагополучных с их точки зрения семьи отправляют кого-то на принудительное лечение говорят ой что же не такие строгие они неправильно они не до разобрались так далее когда они выпускают что-то говорят ой они не досмотрели а где золотая середина значит я бы вывел тему что она очень выпуклая и она сейчас не имеет нашли тему детей и абсолютно хорошо захочешь можно вернуться я немножко этим занимался когда марина саводкина дай бог вечно ей память когда марина саводкина занималась этой проблемой я готов вернуться к этой теме давайте не будем ответ не будем мешать первое теперь по данному конкретному поводу и социальные службы очень хорошо очень символично в стадии водоскал но с другой стороны значит смотрите что происходит возможно я не знаю я не знаю точно подробностей насколько я слышал что этот человек признан вменяем который убийца если ты говоришь об убийстве медсестры а поджоги медсестры он не признан вменяемый судья пока не определился с теми данными которые мы предоставили нет судья тоже определил определяет уровень но психиатрическая экспертиза первое на данном этапе на данном этапе он считается что он может продолжать участвовать в процессе следственном процессе может быть и нет неважно данным сможете он больной далеко не первый случай насилия в медицинской среде от больных по отношению к медперсоналу далеко не первый случай и я слышал мнение врачей вполне объективных и честных людей не хватает физически медперсоналов его просто не хватает больные ждут очередей одни спокойно другие в какой-то момент затоняют зависимости от общего данного данного больного или насколько у него болит он больше болит он уменьшит они затоняют это может привести там к любому взрыву вот туда же привел к убийству а если бы не убийство просто ударил бы если бы до орал бы какая разница в любом случае речь идет о насилии это не хватает ставок стране не хватает оперативных денег и денег там не дай бог там на войну а вот денег просто как говорится который государство должно тратить на население после при создании нынешней коалиции государство распределило неработающим в своем обществе почти 30 миллиардов ешивом повышается это пособие как-то финансирование ешив повышается естественно регулярно никаких обид на то что плохо повышается я не слышал все хорошо это свои которые не работают не участвуют в процессе но поглощают созданное тружениками и кстати сказать вот теперь к социальных социальные службы тоже испытывают их тоже не хватает не хватает государству на то чтобы нормально заниматься населением ему не хватает она власть передает эти деньги созданные тружениками неработающим за политическую поддержку поэтому рвется там где тонко если их не рвется они спокойно выходят на всякие там демонстрации там они хотят служить в армии они хотят работать и так далее а там где тонко там где не хватает средства нормальное финансирование нормальных процессов у нас одна из лучших в мире медицин если можно так выразить одна из лучших в мире интеллектуально потому что еще нельзя мозги врачей тоже передать неработающим в своем обществе ну реализовать эту медицину просто физически порой некому там не нужно ждать сестру 3 минуты ее ждут 33 минуты а то и порой я слышал истории когда это обсуждалось рассказывали истории когда часами ждали медсестру один спокойно реагирует другой реагирует так как реагирует это первая часть нашего балета если мы еще возвращаемся то я вернемся еще то есть я готов согласиться что может быть в данном конкретном случае вот с этим поджогом медсестры еще вот я тебе кинезатка илана говорила об этой социальной службе они тоже во многом из этого есть я понимаю но хорошо еще раз говорю в том что касается допустим этого конкретного случая страшного в поликлинике когда он поджег жопр просто по сути дела медсестру еще можно сказать объяснить это недостатками которые говорил марк недостаточным финансированием хватало ставок тогда можно предположить что если бы не приходилось так долго ждать он бы не обиделся и не поджег ее но во всех остальных случаях которые перечислили там мать утопила ребенка там это этот отрезок в голову таких случаев за последнее время было очень много совершенно верно это что тоже недостаток финансирования нам мешает нет уследить за этими людьми нет мне кажется что в данном случае проблема в нашем обществе проблема в безразличии общества в итоге объясню очень просто объясню еще раз говорю никто не живет в этой стране в небольшой безвоздушном пространстве всех есть знакомые соседи знали не знали во всех случаях обычно выясняется потом знали родители знали братья знали подруги знали те знали другие думали ах вот этим мужем это страшная трагедия которая произошла в иерусалиме когда мать убила тоже на детей да он знал что она невменяемая он знал что она невменяемая вся семья знала что она невменяемая но он понимал что она ведет себя странно но это только лишь говорит о том что уважаемые друзья надо как-то попытаться самообразовываться и обращать внимание на то что происходит вокруг нас потому что если мы с вами не будем обращать внимание на то что происходит вокруг нас в семьях близких нам людей то будет очень плохо конечно всем сегодня все заняты все замучены все работают все куда-то торопится всем кажется ой господи у меня столько своих проблем буду еще решать чужие да ну такое там муж побил жену ничего сами разберутся но слышны крики от соседей ну ладно сейчас я что пойду полезу туда и так далее и так далее да человек ходит по улице странно себя ведет ну и пусть нельзя все свалить на социальные службы потому что и с точки зрения объективные тут марк абсолютно прав социальные службы у нас недостаточной низкооплачиваемая работа и итог он тот который есть и кстати то что запугали настолько те же социальные службы криками в прессе о том что вот отбирают детей вы знаете если бы у этой дамы в иерусалиме все время отобрали детей они были бы сегодня живы ну как сказал марк предложил не трогать эту тему они были бы живы я говорю о том что нельзя пройти в претензии только к социальным службам я считаю что в претензии мы должны все прийти сами к себе и сказать обращаем ли мы спросить себя достаточно ли мы обращаем внимание на то что происходит вокруг нас я хотел добавить как раз получилось потому что я хотел дать как раз ответ на тот вопрос который это дело в том что насилие в обществе наш стало не просто непорицаемо людей вот него там как бы неприятно более того она почти престижно ну как бы у насилие страна с до начала своего существования с до своего рождения в состоянии войны то есть люди так сказать участвуют в насилии дай бог здоровья это не патриоты и мы должны только молиться на них но тем не менее поколение за поколением не выходит из состояния насилия мы не говорим о ситуациях поселенческих онклавок и так далее более того мы мульти культурно мульти общинная страна мы как все евреи нас это объединяет но мы объединяемся в принципе в исповедании даже не в Израиле не все евреи не все евреи ну в большинстве своего нет а там-то ок и израильтяне мы все израильтяне мы объединены в границах этой страны простите я перебью но согласно рейтингу счастья в дании или еще где то тоже попадаются психически больные люди которые совершают совершенно страшные хотя они не воюют я другом это нет и там попадаются случаи а здесь становится почти новой потому что в данном случае уже не имеется чем финансировать другая история есть нападение много нападений в школах много нападений на водителей автобусов то есть там где человек сталкивается с коллективом сообществом профессионал водитель в автобусе учитель в классе или там с родительским коллективом и так далее насилие как бы становится почти как бы естественным явлением сотни случаев мы слышим мы еще раз говорю мульти общинная страна мы живем на разном уровне развития и вместо того дарить определенным группам квартиры по 200 тысяч 150 хотя бы 100 тысяч долларов лучше было бы устроить им какую-то социализацию этим группам и просто просто учить на каких-то курсах учить учить чтобы вытащить их до уровня какого-то среднего цивилизационного состояния потому что там в этих общинах не хочу называть чтобы так сказать не просвозить каким-то там нехорошим человеком но это правда там насилие еще то еще то чего мы так мы так делимся случаем ну впрочем это тоже отдельная тема короче говоря состоит насилие в обществе причем не случайно это в которой лучше случается а как бы естественно ну да оно первопричина причина насилия другой образ но именно насилие отношение к насилию первопричина наряду с этим финансировать того что происходит у нас да вполне возможно в любом случае мы пока не знаем действительно что с этим делать хотя наверное не стоит и преувеличивать всего того что происходит нам попадаются самые страшные случаи это все простите меня это только те случаи которые благодаря своей кошмарности тотальной всплывают на поверхность но если мы с вами проверим количество жалоб на насилие в семье между супругами по на насилие по отношению к пожилым родителям или на насилие по отношению к детям это полностью подтвердит теорию марка о том что наше общество сегодня и может быть из-за того что мы постоянно воюем именно вопросы решаются силой а не словом прошу прощения буквально извините извините на полицию в месяц подается примерно именно на насилие неправда на насилие не то что там по закону суд на насилие полиции 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 появится две с половиной тысячи залов в месяц а рассматривается не принимают сами рассматривается 90 это статистика адвокатская статистика и при таком поводка почему потому что смеется окно лучше ничего не могут сделать и так далее не хотят заниматься потому что не воспринимается насилие как угроза общественного состояния на этом все коллеги спасибо за это обсуждение напомню что со мной студии были мои коллеги журналисты марк горин и илана михаэль и всего доброго